Приветствую вас, и вы знаете, ну вот первое, что мне хочется вам сказать сразу, это то, что вот если мужчина, ваш муж понимает, что ведет себя ужасно, если вы понимаете, что ситуация на самом деле очень критическая, то почему он в таком случае не обратился к психологу, да, почему он в таком случае не обратился за профессиональной по сути помощью, чтобы мы ему как-то помогли, да, чтобы мы ему помогли справиться с его проблемой, с его какими-то переживаниями там и так далее, так далее, так далее. То есть вот это не очень понятно, особенно, ну если вот учесть, что у мужчины есть периодные проблемы, это непонятно. Далее, значит, соответственно, вы можете именно это и сделать, то есть по сути порекомендовать ему обратиться хотя бы к нам на ресурс, чтобы он задал свой вопрос, чтобы мы поговорили с ним и постарались как-то ему помочь, постарались понять, что здесь с ним происходит. То есть он действительно хочет сохранить с вами семью, семью, и если это, ну, не просто слова, если это действительно у него есть, если у него действительно есть желание сохранить семью с вами, то, соответственно, нужно обязательно, чтобы он обратился к нам. Для того, чтобы мы ему помогли, для того, чтобы мы смогли ему помочь разобраться. В противном случае ситуация выглядит так, что мужчина просто-напросто вас не любит, не хочет признаться в этом, и, собственно, из-за того, что он не желает признавать, что у него к вам, например, пропали чувства, из-за этого вы страдаете. Я, естественно, не буду однозначно говорить, что это так сейчас, но, тем не менее, тем не менее, об этом тоже рекомендую вам подумать. Значит, ну, что вам можно сказать, именно вам, по данной проблеме. Такое бывает, что у мужчины пропадает влечение к женщине своей, значит, после того, как раздается ребенок. Такое бывает, это каждый раз очень-очень тяжело, каждый раз это очень-очень для женщины сложно переживать такое. Вот, но, что поделать, иногда так может случаться. Смотрите, у вас уже получилось один раз своего мужчину вытащить, да? Ну, я имею ввиду, вытащить из вот такой депрессии. И я думаю, что у вас, в принципе, это может пополучиться и еще раз, если вы поймете, что ему нужно именно вот как сексуальному партнеру, да? То есть, что его привлекает именно как сексуального партнера. Вам нужно на эту тему подумать, вам нужно постараться, ему это дать, то есть, просто вот, сказать ему, ну, хорошо, ты меня не хочешь. Я это признаю, понимаю и, в общем-то, как бы не пытаюсь сделать так, чтобы ты, допустим, меня там захотел. Но, давай подумаем, а вот, что тебе, например, нравится, да? Вот, что тебе, что бы ты хотел? Вот. То есть, попробуйте как-то вот обратить внимание на все-таки желания мужчины, да? На, значит, на его потребности, на его предпочтения, вы же их эти предпочтения знаете, и, соответственно, я думаю, что вам не составит труда понять, что ему нужно, что ему бы хотелось. Может быть, у мужчины, действительно, потенция зависит от проблемы. Тогда нужно будет сперва решить, значит, сами проблемы, и только потом у мужчины, может быть, появится желание. Может быть, здесь виноват кризис, кризис отношений ваших. То есть, действительно, он перестал видеть в вас женщину именно из-за того, что вы чрезмерно, может быть, показывали ему, что вы только его и никуда от него не денете. Такое тоже может быть. Понимаете? То есть, причин, на самом деле, для его поведения очень много. Но если он хочет что-то изменить, ему нужно обращаться к психологу самому, рассказывать свою проблему, потому что, ну вот, то, что он любит вас как сестру, это, конечно, здорово, но... Понятно, что ни вы, ни он без сестра как бы не сможете быть. И рано или поздно это приведет, как бы, к тому, что либо у вас случится срыв, и вы ему измените, и тем самым разрушите их семью, либо у него произойдет то же самое, он тоже разрушит семью. Соответственно, вам нужно как-то вот этот момент обязательно учитывать. А мужу обязательно нужно пройти обследование, например, мужского здоровья, может быть, у вас с этим проблемы. Я думаю, что, понимаете, вот вы пишете, что мужчина впал в депрессию, да, вот, что это значит? Что значит, что мужчина впал в депрессию? Депрессия – это серьезное психологическое, это психическое заболевание, которое диагностируется врачом, в результате которого назначается лечение, я имею в виду медикаментозное лечение, в том числе и психотерапевтическое лечение. А у вас, у вас получается так, что вы сами себе поставили диагноз, то есть, я имею в виду, ваш муж, он сам себе поставил диагноз, и вы из этого диагноза исходите. Может быть, проблемы заключаются в его отношении к ребенку, но, скорее всего, вы, кстати, не написали, какие у него отношения с ребенком, любит ли он ребенка и так далее, и так далее, и так далее. Но, думаю, что дело в том, что у мужчины, вот, сохранился образ вас беременный, и изменилось его восприятие у вас. Вот он представил вас воспринимать как свою женщину. И я думаю, что здесь вам нужно, по сути дела, показать ему только то, что вы можете быть привлекательны для других, то есть, чтобы он увидел вас в нос в свою женщину, которую нужно завоевывать. И в нем проснулся бы вот этот вот самый инстинкт мужской завоевать им. Вот, я думаю, что если говорить о том, что можно сделать вам, то это единственное, что вы можете в этой ситуации сделать. Можете пожить какое-то время отдельно предложить, пожить отдельно, сказав, что вы не можете так. Тут тоже, в принципе, довольно хороший вариант. То есть, то, что вы находитесь сейчас вместе, видите друг друга каждый день, и общаетесь друг с другом каждый день, это не есть что-то хорошее, к сожалению. Это, скорее, что-то негативное для вас. Потому что, например, мужчина не развивает по вам поскочиться. Мужчина, например, не может представить себе жизни без вас, вы все время рядом. Мужчина не боится вас потерять, опять же, потому что вы все время рядом. То есть, здесь нужно все-таки действовать именно вот в таком ключе. То есть, чтобы он, я имею ввиду ваш муж, ощутить, что он может остаться без вас. Вот это вот самое-самое важное. Дать мужчине понять, что он может остаться без вас. Совсем. Вот, если вы это все сделаете, если у вас это получится сделать, тогда я думаю, что проблем у вас как таковых не будет. То есть, либо станет понятно, что мужчина, например, готов с вами что-то строить, пытаться что-то строить, да. Готов решать какие-то проблемы совместные. Либо это даст понять, что он не готов с вами идти дальше по жизни, и тогда, опять же, что вы можете в этой ситуации сделать, да, по сути дела ничего. Ну вот. Но вы поймите так же, что если мужчина не хочет ничего менять, то вы его не заставите. И единственное средство здесь, это по сути дела дать ему понять, что вы не будете это терпеть. Дать ему понять, что вы не дадите себя в обиду, не позволите себе, живя с мужчиной, не иметь по сути мужского внимания на вашего тепла, да. И если он увидит, что вы можете уйти, ну, может быть, эта ситуация как-то вот простимулирует его. Понимаете, мужчине удобно. Мужчине удобно, его все устраивает, и зачем это менять? А вы, судя по всему, согласны на все. Знаете, я могу допустить, что у него пропало желание к вам. Это может быть продиктовано рядом причин, неважно. Он знает, что вы находитесь без ласки, и что если у него, допустим, потребностей нет, да, значит, в сексе, то у вас-то, опять же, потребности есть. И если он вас любит, то, соответственно, он даст вам то, что вам нужно. И дает ли он вам? Это тоже важный вопрос. Если нет, то получается, что мужчина о вам не думает. Совсем. Ну, тогда уже возникает вопрос, а надо ли вам с таким человеком сохранять отношения? Для чего с таким человеком сохранять отношения? Вот, в принципе, то, что я хотел вам сказать. Понимаю, что это не то, что вы, наверное, желали бы услышать. Но поймите правильно, проблема явно не у вас, проблема у вашего мужа, и, соответственно, работать нужно. То есть не хочет он работать или нет, значит, это явная показательность того, насколько он серьезно настроен по отношению к вам. На этом все. Надеюсь, кто помог вам. Если какие-то вопросы у вас остались, пишите в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!